Знаете, почему Сарказуха ещё называют Императором? Не только потому, что его вид именуется как Сарказух Император, а ещё и потому, что его считали крупнейшим вымершим крокодилом, достигавшим в длину 12 метров. Это в два раза длиннее самого большого современного крокодила и в 8 раз тяжелее. Однако проблема в том, что Сарказух это не крокодил, и более того, он даже не самый крупный. Хотя стоит признать, что он входит в тройку крупнейших мезозойских крокодиломорфов. Но всё-таки я вам сегодня расскажу не только об Императоре Сарказухе, а также о самом большом мезозойском крокодиломорфе, которого ещё называют Королём Крокодилов. Перед тем, как говорить о Короле Крокодилов, следует разобраться в Императоре Сарказухе. Часто в документальных фильмах его показывают активным хищником длиной в 12 метров. Более того, его даже иногда ошибочно называют Крокодилом. На самом же деле, этот крокодиломорф не относится к отряду крокодилов, а сам принадлежит к семейству фалидозавридов, живших в поздний меловой период в Северной Африке. У этого крокодиломорфа, как обычно это и бывает, возникли проблемы с измерениями его размеров. Первые вычисления длины Сарказуха предложил вот этот вот дядя Пол Сирена. Вы, может быть, слышали о нём, как о том, кто первый открыл и описал Зухамима. Так вот, именно этот дядя со своими коллегами обнаружил почти полный скелет Императора Сарказуха. После этого в 2001 году Пол Сирена решил вычислить длину Сарказуха. Он усреднил данные по отношению длины черепа к общей длине тела у современного гребнистого крокодила Иганского Гавиала, сославшись на переходную ширину морды Сарказуха, и оценил длину крупнейшего известного образца Сарказухус Император в 11,65 метров, а массу в 8 тонн. Эта длина была настолько большая для крокодиломорфа, что она стала популярна среди многих документальных фильмов, и одновременно с этим Сарказух стал считаться одним из крупнейших крокодиломорфов. Однако, буквально в прошлом году Обрайант и соавторы предложили более логичное вычисление длины Сарказуха на основе ширины его черепа. Они оценили его в длину в 715-947 сантиметров примерно, то есть это примерно 7-9 метров. По мнению авторов, наиболее возможная длина Сарказуха Императора была в районе где-то 8-9,5 метров, в среднем 8,5 метров, а наиболее вероятной оценкой массы 3-4 тонны. Эта оценка была дана на основе ширины черепа у современных гавиаловых, так как эта группа имеет конвергентное сходство с Сарказухом. Эти оценки также были схожи с более ранними оценками 2005 года. Итого, длина Императора Сарказуха резко упала с 12 метров до 8-9 и веса в 3-4 тонны. Это вас не должно никак печалить, ведь он все еще больше любого современного крокодила. Оправдал ли он свое название Императора Сарказуха, уже решать вам. А сейчас стоит поговорить о вымершем короле крокодилов, который был крупнее Императора Сарказуха. Наверное, вы уже догадались, что речь идет о новой реконструкции Дейнозуха. Дейнозух – это род крупных базальных олиготроидов из позднего мелового периода Северной Америки. Род Дейнозухус обычно включает в себя два вида – восточного Дейнозухус Ругосус и западного Дейнозуха Риограденсис. История измерения его длины началась аж в далеком 1909 году, когда дядюшка Холланд измерил его длину в 13 метров. Потом, уже в 1954 году, ребята Корбет энд Бёрд реконструировали череп образца Дейнозуха, оценив общую длину тела животного в 15 метров. Однако, товарищ Швимер в 2002 году в своей книге «Король крокодилов. Палеобиология Дейнозуха» показал, что та 15-метровая реконструкция неверна. Крупнейшие образцы Дейнозуха Риограденсиса слишком плохо сохранились, чтобы товарищ Швимер мог использовать масштаб от черепа для оценки их общей длины. Однако, на основе сравнения с крупнейшими известными позвонками Дейнозуха Ругосуса, или как сейчас его переименовали в Дейнозуха Швимери, он оценил длину вот этого образца Дейнозуха приблизительно в 12 метров, а массу в 8,5 тонн и больше. Естественно, что были образцы и меньше в районе 80 метров. Некоторые образцы четко указывали на то, что Дейнозух Риограденсис имел удлиненную морду, подобно современным гавиаловым и некоторым узкомордым крокодилам. Вот только несмотря на то, что морда, то есть часть черепа перед глазницами у Дейнозуха составляла более 70% от длины черепа, его череп по-прежнему оставался очень широким и массивным. Это показывает его адаптацию для захвата очень крупной добычи. Однако, появилась новая реконструкция 2020 года. И давайте посмотрим, каких же размеров достигал Дейнозух по новой, актуальной научной реконструкции 2020 года. Итак, значительное удлинение морды, которое очень сильно увеличило рассчитанную длину черепа по средней линии. То есть можно с уверенностью говорить, что Дейнозух имел самый большой череп среди всех известных крокодиламорфов. На данный момент длина крупнейших измеренных, но не крупнейших известных образцов Дейнозухов достигает примерно 13 с чем-то метров. То есть Дейнозуха Риогранденсиса можно считать крупнейшим крокодилом в истории биосферы. То бишь планета Земля, скорее всего, не видела крокодилов больше, чем Дейнозух. Именно поэтому Дейнозух Риогранденсис негласно носит звание короля крокодилов. Удивительно, пока Сарказух медленно уменьшался в размерах со 12 метров до 8 в работах ученых, Дейнозух с 1909 года как был 13 метров, так и остался 13 с чем-то метров. После кучи опубликованных работ. Да, это удивительно, крокодиламорфы невероятно интересные животные. У меня в паблике даже про это есть мемы. А да точно, ты же не знал про мой паблик с мемами про динозавров. Там такой хохотач, только смеху упускаешь. Не надо так, ссылка в описании, жду тебя там, окей? Итак, мы выяснили, что, оказывается, хоть Сарказух и носит беноминарное имя Император, при этом королем крокодилов называют далеко не его, а Дейнозуха Риогранденсиса. Так как его размеры в 13 с чем-то метров просто поражают. Надеюсь, тебе понравилась эта новая реконструкция Дейнозуха, и ты, надеюсь, поставишь мне лайк, и, надеюсь, поделишься этим видео с друзьями, я буду очень благодарен. Конечно же, не забывайте, что в ссылке в описании есть мои группы ВКонтакте, о которых я уже говорил, там мемы про динозавров, понимаете, там смешно, да, как бы заходите. И, конечно же, помните, думать полезно.